Добрый день, уважаемые слушатели Краевого института повышения квалификации. Следующая тема курса оказания первой помощи – это проведение реабилитационных мероприятий. Они проводятся при следующих случаях. Это когда человек потерял сознание и у него остановка дыхания. Это может быть электроудар, это может быть удар в грудь, это может быть остановка сердца от испуга, болевого шока и другие вещи. Как необходимо себя вести в данной ситуации? Первое, что мы сделаем – это ложим пострадавшего на ровную поверхность. Голова должна быть закинута. Для этого самый оптимальный вариант – что-то, например, подкладываем не под голову. Обратите внимание, подкладываем под плечевой пояс, чтобы голова у пострадавшего откинулась как можно дальше, затем, чтобы проход по гортане был как можно шире и более свободен. Далее, что мы делаем? Мы освобождаем, расстегиваем все, что мешает дышать. То есть это может быть рубашка, галстук, это может быть ремень, это может быть бюстгальтер расстегиваем. То есть делаем максимально так, чтобы грудная клетка дышала без каких-либо стеснений. Нам необходимо убедиться, что человек не дышит, что у него не работает сердце. Как мы где-то делаем? Значит, первый основной способ – это, если это день, мы рукой закрываем глаза, если они открыты, буквально на 2-3 секунды и резко убираем руку. Смотрим на реакцию зрачков. Если зрачки сужаются, значит человек жив. Если реакция не происходит, мы, соответственно, приступаем к реабилитационным мероприятиям. Раньше в рекомендациях, способы, которыми мы могли определить, жив человек или нет, это, например, было зеркало. То есть мы подставляли его к ротовой полости, и если оно запотевало, человек дышал. В рекомендациях новых этот пункт убрали. Почему? Потому что объяснили, что якобы есть остаточные явления, и на этот пункт полагаться не стоит. Кроме того, раньше можно было бить человека по щекам. Теперь этот пункт тоже убрали, и применять его не следует. Поэтому у нас остается первый способ – глаза. Второй способ – это визуально смотрим на грудную клетку, двигается или нет. И третий способ – это прослушиваем, бьется ли сердце у пострадавшего. Мы эти мероприятия выполнили. Смотрим, что зрачки не реагируют, сердце не бьется, и грудная клетка не поднимается. Теперь мы непосредственно переходим к непрямому массажу сердца. Как он осуществляется? Вот эта часть руки накладывается не на левую часть груди, как многие думают, левая часть груди. На самом деле, по факту, она накладывается, обратите внимание, находим последнее ребро, ведем по нему. Где заканчиваются ребра, начинается грудина. От этого места два пальца вверх и два пальца таким же образом влево. То есть, по факту, сердце у нас находится практически посередине, слегка сместившись влево. Не здесь, не здесь, не внизу, а именно вот здесь. Накладывается рука вот этой частью вот сюда. Вторая рука накладывается сверху. Можно так, можно так, как вам удобно. Значит, работают у вас не руки, а работает у вас туловище. Это делается для экономии энергии. Потому что, кто этот процесс сделал, кто с ним соприкасался напрямую, знает, что энергии тратится очень много. Но прежде чем приступить к искусственному массажу сердца, нам необходимо сделать вдох. Как он делается? Эта часть руки накладывается на лоб. Два пальца зажимают нос и делается полный вдох, полный вдох в ротовую полость пострадавшего. Желательно эту полость накрыть либо марлей, либо бинтом. Но платок, например, рубаху следует исключить. Потому что прохождение воздуха будет затруднительно. И пострадавший не будет получать весь тот воздух, который вы будете ему дувать в легкие. Значит, еще раз повторим. Правая рука накладывается на лоб. Пальцы зажимают нос. И делается вдох. Делается вдох продолжительностью примерно полторы секунды для взрослого и около секунды для ребенка. Второй способ. Например, у человека пострадала нижняя челюсть. Соответственно, тогда мы будем делать искусственное дыхание рот в нос. Мы левой рукой прикрываем либо челюсть нижнюю, если она не повреждена. Но вы не можете открыть рот по определенным причинам. Бывает такое. Просто тогда закрываете ротовую полость. И обратите внимание, практически рука у вас на ротовой полости. Эта рука у вас под головой. И вы также делаете вдох в носовую полость. После того, как вы сделали вдох, необходимо приступить к непрямому массажу сердца. Здесь есть определенный алгоритм действия. Мы рассмотрим с вами оба. Значит, первый момент. Европейская ассоциация реанимации предлагает вариант 30 надавливаний и 2 вдоха. Рекомендация МЧС последняя 2019 года советует нам на 15 надавливаний делать 2 вдоха. По факту, по реальности, так как я участвовал в реанимации человека, хочу сказать, что мы применяли способ 15 к 2. Это помогло. Поэтому именно этот способ мы будем с вами сейчас рассматривать. Значит, первое. Мы делаем 2 вдоха. Отклонили голову назад. Положили, закрыли. Сделали 2 вдоха. То есть, раз вдох. Набрали воздух. Два вдох. И непосредственно потом приступаем к реанимации. Значит, обратите внимание на надавливание. Надавливания не должны быть следующими. Вот такого жесткого давления на сердце, как мы видим здесь, например, подросток, ребенок, быть не должно. Почему? Потому что вы, скорее всего, сломаете ему ребра, но также не должно быть и легкого надавливания. Вот такого. Вы должны сопоставлять свой размер, свою силу с телом пострадавшего. Соответственно, если это ребенок, значит и давление у вас должно быть меньше. Если это подросток до 9-10 лет, значит здесь все-таки рекомендую делать одной рукой. Если это взрослый мужчина, ну, соответственно, если это женщина, то тогда все-таки двумя руками. Значит, обратите внимание, не руки работают, работает тело. Мы, когда, обратите внимание, уходим вниз, мы задерживаемся на примерно секунду. Отпускаем. Но не отпускаем не так, что у нас, обратите внимание, рука отходит от грудины. Нет, мы сделали, подождали, вернулись, рука на месте. Сделали, вернулись, рука на месте. Значит, продолжая ревенционное мероприятие, Каждые примерно 2 минуты мы прощупываем пульс на сонной артерии, либо на бедренной артерии. А здесь, здесь, пульс не прощупывается, если человек без сознания. Поэтому, повторяю, это либо сонная артерия, либо бедренная артерия. Прощупывайте пульс. Прощупывайте пульс. Значит, если, если через 30-40 минут Сердце человека вы не смогли завести. Абсолютно все врачи советуют, что мероприятие необходимо прекратить. Но по практике также хочу сказать, что Были случаи, когда сердце заводилось и на 45-й минуте, и на 50-й. Все зависит от того, сами понимаете, Если это ваш родной, близкий человек, Вы делаете по максимуму, сколько у вас есть сил, столько вы делаете. Значит, здесь еще есть ряд нюансов. Рекомендации сейчас встречаются 2018 года, В которых запрещено делать следующее. С расстояния 25-30 сантиметров Раньше разрешалось наносить удар кулаком В область сердца Когда наносился удар Естественно, прощупывался пульс Смотрелось, завело сердце или нет Максимум можно было наносить только два удара Сейчас Мнения медиков разделились Кто-то рекомендует Это делать Перед тем, как Начать реанимацию Кто-то это рекомендует делать Через 20 минут после того, как вы начали реанимацию А Третья часть Вообще не рекомендует этого делать Людям, которые не имеют медицинского образования Предположим следующее Вы Ошляя мероприятие Все-таки Завели сердце Человека Ваша основная задача Ваша основная задача После этого Поддерживать Удары сердца А соответственно Для этого есть определенный момент Правая рука Под углом 90 градусов Накладывается на грудь Пострадавшему И левая нога Левая нога Сгибается в колени Здесь, к сожалению, мы не можем сделать Сгибается в колени Следующим образом Фиксируется, чтобы она не съезжала И таким образом Вы облегчаете кровообращение И работу сердца Необходимо отметить Что Если вы работаете вдвоем Такие случаи могут быть То тогда Схема меняется У нас на один вдох Будет 5 надавливаний То есть Один вдох Вы осуществляете И 5 Надавливаний Вдох И 5 Надавливаний Действия По тому Когда вы человека Уживили Те же самые Рука Кладется на грудь Если, допустим Правая конечность У вас повреждена Можно использовать Левую И левую ногу Либо наоборот Значит Не забываем следующее Вы завели сердце Оно работает Но Все-таки Оно может остановиться Поэтому Необходимо Каждые Примерно 4 минуты Проверять Пульс Ну и Мы пульс Проверяем Следим за Состоянием Пострадавшего До приезда Скорой помощи Редактор субтитров Корректор А.Кулакова